может стать основой для положительных перемен в нашей жизни. Уполномоченный по правам ребёнка на полуострове Инесса Кайрович высказала мнение о предстоящей прямой линии с главой региона Владимиром Солодовым. Губернатор обсудит всё самое важное для жителей полуострова. Формат прямого диалога очень актуален, очень значим, потому что действительно даже одно обращение может быть основой для того, чтобы внести изменения в действующее законодательство, ввести новые меры поддержки населения, либо это какие-то новые социальные проекты внедрить в нашу жизнь. У жителей Камчатского края, конечно же, накопились вопросы разного направления, разного характера. Они не только сугубо индивидуальные, они могут затрагивать и интересы целой категории населения. Поэтому вот такой диалог в формате прямого эфира очень важен, очень значим и, конечно же, он позволяет оперативно решить наши проблемы. Молодежные организации края также готовы подключиться к эфиру и задать свой вопрос главе региона. Приятно осознавать, что твоя работа не уходит в стол, а проект имеет свойства реализовываться. И как раз-таки работа на Камчатке – это яркий тому пример. Проведение прямой линии с губернатором Камчатского края Владимиром Викторовичем Солодовым – это отличная возможность выдвинуть какую-то инициативу и услышать ответы на интересующие тебя вопросы. Уже на протяжении нескольких лет я разрабатывал проект по созданию арт-кластера на Камчатке. У меня накопился целый перечень вопросов, которые, наверное, задал бы губернатору касательно этого проекта. Какие направления считают более перспективными и какие, собственно, стоит уже пробовать вводить в жизнь, пусть в каком-нибудь демо-версии в пробном режиме. На сайте правительства любой желающий может оставить свой вопрос в главе региона. Жители могут сделать это и по телефону горячей линии 8 800 141 400. Звонок бесплатный. Или отправить сообщение в WhatsApp по номеру 8 924 891 55 16. Прямая линия с губернатором края Владимиром Солодовым пройдет 15 сентября. Трансляция начнется в 19.30 на телеканале Камчатка-1. Редактор субтитров А.Семкин